Россияне показали фейковое видео взятия Нью-Йорка. Армия РФ продвинулась на Донбассе, беспилотники атаковали Подмосковье. Это итоги 21 августа. От команды новостей Донбасса ставьте лайк, мы начинаем. Ситуация в поселке Нью-Йорк остается напряженной, но сообщения о его оккупации не соответствуют действительности. Об этом сообщает Дипстет, ссылаясь на данные с передовой. Несмотря на заявления некоторых российских блогеров, армия РФ все еще не контролирует поселок полностью. По словам экспертов, в Нью-Йорке сложилась уникальная ситуация, когда ХАС царит с обеих сторон. Россияне пытаются обойти позиции ВСУ, концентрируясь в Нелипоке, и в то же время они пытаются закрепиться не в самом Нью-Йорке, а дальше, что свидетельствует об отсутствии плана полного захвата поселка. Аналитики отмечают, что ситуация остается под контролем ВСУ. Если силам обороны удастся вытеснить оккупантов из Нелипоке, это улучшит общую ситуацию в районе. Пока боевые действия продолжаются, и результаты будут зависеть от дальнейшего развития событий. Напомним, вчера российские провоенные телеграм-каналы распространили несколько видео якобы поднятия российского флага в Нью-Йорке. Позже некоторые из военкоров признали, что оба видео старые. Первое с поднятием флага на северо-западе Нью-Йорка было снято 6 августа, но потом этот участок еще несколько раз переходил из рук в руки. Второе снято на Авдеевском, как сахимическом заводе. А вот на других направлениях у россиян есть определенный прогресс. Так, по данным ГИПСТЭТ, армия РФ продвинулась в Пивничном и Дружбе, на Торецком направлении возле Новогродовки и в Заветном, на Покровском направлении, а также в районе Григорьевки под Часов-Яром. Эти кадры из Константиновки. Вчера россияне обстреляли город из ствольной артиллерии. В результате атаки один человек погиб и один получил ранение. Всего полицейские зафиксировали три попадания по городу. В одной из квартир правоохранители обнаружили 41-летнюю женщину, которая получила осколочную травму головы и погибла. В доме находились также двое подростков. Они не пострадали. Время обстрела также пострадал находившийся на улице пенсионер. Парамедики оказали ему первую помощь и доставили в травмпункт. Всего под обстрел в Константиновке попали четыре многоэтажки, магазин и автомобиль. Также под обстрел вчера попали и другие населенные пункты Донецкой области. В Украинске оккупанты убили женщину и повредили две многоэтажки. В Северске один человек погиб от артиллерийского обстрела, в Торецке погиб 36-летний мужчина. Также под обстрел попал центр Курахова, поврежденный храм, частный дом и заправка. К счастью, никто не пострадал. Кроме того, днем был прилет по рынку в Селидово. В местных пабликах пишут, что российский пиведрон влетел в магазин Военторг, после чего начался пожар. Если вы, наш зритель, находитесь на оккупированной территории или в России, где заблокированы для чтения независимые СМИ, в число которых входят и новости Донбасса, то вот вам один из способов, как обойти блокировку. Загрузите и установите браузер Сина, чтобы иметь доступ к правдивым и независимым информационным ресурсам. Инструкцию, как это сделать, мы оставим по ссылке в описании этого видео. Вчера вечером армия РФ нанесла два удара по поселку Малокатериновка в Запорожской области. Первый удар пришелся на детское кафе, где погиб 14-летний подросток. Ранение получили шестеро детей в возрасте от 10 до 17 лет. Также пострадали мужчина и две женщины. Позже был нанесен повторный удар, который вызвал пожар в частных домах. В одном из них нашли тело погибшего мужчины. Еще одна женщина получила ранение. Российское военное командование передислоцировало отдельное подразделение с направления часов Вояра в Курскую область РФ, чтобы остановить в продвижение ВСУ. Так, по данным Института изучения войны, части 11-й бригады были направлены под суджу для усиления передовых позиций. Также в Курскую область были передислоцированы части 30-го мотострелкового полка, ранее действовавшего на севере Харьковской области. Аналитики отмечают, что такие передислокации могут замедлить наступательные операции России на несколько месяцев. Тем временем украинские военные продолжают наносить удары по российской технике, мостам и понтонным переправам в Курской области. Об этом сообщили при службе сил специальных операций. В ночь на 21 августа произошла массированная атака беспилотников на столицу России и другие регионы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу с помощью дронов. Всего за ночь силы ПВО сбили 11 беспилотников над Подмосковьем. Минобороны России позже уточнило, что всего было уничтожено 45 дронов в нескольких регионах, включая Московскую, Брянскую, Белгородскую, Калужскую и Курскую области. Из-за атаки в московских аэропортах временно ограничивали движение самолетов, однако сейчас они работают в штатном режиме. Кроме того, вблизи города Новошахтинск Ростовской области тоже слышали взрывы, после чего начался масштабный пожар. Местный губернатор заявил, что силы ПВО якобы сбили ракету. По его словам, в результате падения обломков шерф и разрушений нет. В то же время в украинском генштабе заявили об ударе по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300, однако о точности попадания на момент подготовки выпуска пока ничего не известно. Это все на сегодня. Как всегда, ждем ваши комментарии, поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в вашем городе. До завтра, берегите себя!